Ну вот, наступает полночь, и, конечно, богема просыпается в это время и начинает Midnight Loft Online. Ребят, настолько всего интересного произошло за последние дни, за последние четыре сезона нашего сериала. Гости не заканчиваются, интересные темы не заканчиваются, музыканты придумывают совершенно сумасшедшие вещи, это так приятно. И, главное, наша аудитория напишет такие интересные и приятные вещи после того, как мы проводим эти диалоги. Они так благодарят, так вдохновляются и воодушевляются нашей с вами активностью, что, конечно, прекращать это дело будет просто невозможно. Поэтому даже немножко, может быть, даже немножко жаль, что когда-нибудь нам придется, видимо, выйти с этой самоизоляции, потому что явные плюсы в этом тоже есть. Потому что, наконец-то, можно сконцентрироваться на той активности, на той работе, до которой постоянно не доходят руки. Ну, наверное, хватит лирики, нужно приступать к делу, да, как говорится, потому что вы просто жаждете сатисфакции. Вот. Ну, не буду томить на медленном огне. Сегодня у нас замечательная, прекрасная гостья. Это пианистка Мария Немцова, которая принимала участие в Лофтфилармонии 15 ноября 2018 года. Собственно, это было в составе Вита Дуа вместе с Виталием Ватули, который совсем недавно был в этих диалоговых окнах. Вот. С вами со всеми поздороваюсь. У вас так много, что тут столько ладошек. Я прямо даже не вижу уже, где запрос от Маши. Так. Сейчас, минуточку. И вот. Вуаля. Через несколько мгновений в нашей импровизированной студии мы начинаем. Привет, Маша. Привет. Ну, я бы сказала, что давно не виделись, но это будет не совсем правдой. Я очень рада тебя видеть снова. Взаимно, взаимно. Ты знаешь, на самом деле этот онлайн, он очень долгожданный, очень желанный с того момента, когда я увидела тебя в других диалоговых окнах у Кати. И с того момента закрылась такая мысль, у вас там как-то онлайн не складывался в технический. И я подумала, что чем же дело закончится, потому что я сегодня переключала. Это, знаешь, такая вот тема, которая никак не могла начаться, никак не могла закончиться. Но речь шла тогда о культурных проектах, и мы сегодня затронем, наверное, тоже с тобой эту тему. Но для начала расскажи, что у вас изменилось за эти несколько дней? Есть ли какие-то улучшения? Что там происходит в Амстердаме? Улучшения? Я не знаю, что назвать улучшением. То есть город считает, что у нас у всех есть улучшения, потому что толпы ходят. Никакой защиты, ничего абсолютно. Но очень забавно, потому что там прям по мановению палочки. То есть все закрыли пустые улицы, потом всех открыли, просто все выкатились. Совершенно как горох на улице. И, ну, наверное, это можно назвать улучшением. Я думаю, что на самом деле они просто недостаточно осторожно себя ведут. Вот, но как есть. У них такой менталитет, они это самое, такие прям. Ну, вообще, дисциплированные люди, потому что, ты знаешь, вот просто рассказываешь, ну, русскому человеку, как бы, здесь, в Москве верится с трудом, потому что у нас, как бы, как ни закрывай людей, как ни говори о масках, о перчатках, ну, так, в последний момент это так все для виду надевается. Вот, и как бы, ну, дистанция-то вообще я не слышала, то есть, в принципе, до сих пор. Поэтому, ну, конечно, каламбур может быть неуместен, но на свой страх и риск, вот как в последний раз у меня забеги такие в супермаркет, за 15 минут все сделать, короче, рассчитаться и побежать домой. Ну, надеется, что эта ситуация скоро-таки нас покинет. Хотя, вот видишь, в этой краткой преамбуле я уже сама вот по себе замечаю, что, видимо, есть какие-то плюсы. Плюсы для музыкантов в том, что, наконец-то, можно как-то систематизировать вот тот самый накопленный какой-то бэкграунд и опыт, от которого голова пухнет в обычное время. Ну, что я тебе рассказываю? Маш, вот такой вот наивный вопрос, просто как вот в таком супер-коллегии по всем параметрам, потому что мы с тобой и пианист, и мы с тобой как бы и менеджерим, и продюсируем. Вот насколько сложно вообще тебе все это совмещать так, чтобы нигде, так сказать, не просаживалось ни одно из намеченных дел? Ну, насчет не просаживалось, наверное, мне сложно судить вообще. Это как бы не моя прерогатива, да? Я не могу сказать, где просаживается, где нет. То есть это постоянная жизнь в постоянном балансе должна быть. То есть я пытаюсь как-то балансировать между несколькими ипостасями своей жизни. И мне это очень нравится, потому что я не могу себе представить, там, быть только тем-то или тем-то. Мне, наверное, было бы скучно. То есть у меня энергии больше, чем нужно, может быть, в каком-то смысле. Ну, ты знаешь, женщины, они на самом деле прирожденные мультитаскеры. Я не помню, в какой-то психологической книге, на каком-то форуме я это вот вычитала, высмотрела. И под этим флагом я всегда, когда у меня уже нет силы, я просто вот прихожу домой и падаю. Я говорю себе, ничего, женщины, женщины, они могут вот все делать, как бы вот одна рука отодила, другая, голова думает о третьем. Ну, я, видимо, себя этим утешаю. Ну, как бы мужчины сейчас, конечно, отключатся от нашего чата. Ну и ладно, потому что у меня три дня подряд, у меня как бы чаты с прекрасными, сильными женщинами. Да, если ты как бы заметила, следила за этими обновлениями. Вот, сегодня у нас однозначно будет кульминация. Почему? Потому что, ну, как бы при всем уважении ни одна Лиза, ни вторая все-таки свои проекты пока что не открывает. Но пока что. Потому что на всех самоизоляция действует определенным образом. После того, что мы там с ними набрейнстормили, я думаю, что каждая из Лиз сможет что-то тоже сгенерировать. Нет, ну, на самом деле, я вот последние, наверное, пару лет я научилась очень хорошо делегировать. И, кстати, вот всем советую. Супер вещь. Потому что, когда ты тянешь только все сама на себе, ну, это невозможно. Ты действительно потом как бы, ты можешь все сделать. Это не вопрос. Ты в состоянии. Но потом в какой-то момент ты просто падаешь. То есть либо тебя там болезнь срубает, либо еще что-нибудь. Но это как бы к гадалке ходить не надо. Сто процентов это произойдет. А если ты вот пытаешься как бы делегировать, балансировать и так далее, то тогда ты можешь так очень долго протянуть. Очень совершенно спокойно. Ну да. Знаешь, у меня сразу вспомнились мои вот эти вот годы в Доме музыки, когда было два активных проекта. И вот такая вот горсть таблеток, которая не запивается уже водой. Ну да, все это, конечно, имеет место быть. Это ужасный опыт. Но ты знаешь, это как-то мобилизует. И действительно, потом я таки свалилась с какой-то невероятной простудой, которая не проходила. Но это еще было не волнуйтесь, ребята. Это было не в ту самую эпоху, про которую вы подумали гораздо-городно раньше. Вот, Маша, ну возвращаясь как бы к мультитаскингу, скажи, пожалуйста, вот культурный проект вообще, вот в том виде, в котором вы обсуждали это с Катей, вот немножко я все-таки под своим каким-то соусом и углом хочу задать тебе вот главный вопрос. Что вообще такое культурный проект, вот в твоем понимании, когда тебе говорят, вот нужен культурный проект? Но дело в том, что ко мне... Извините. Ко мне никто не приходил и не говорил, что нужен культурный проект. Я приходила и говорила, что нужен культурный проект. Так, это неожиданный поворот. То есть как бы инициатива в данном случае, она как бы исходит от того человека, который как бы хочет, да? То есть не организация, не кто-то... Мне кажется, нужно вначале заболеть этим делом, а потом все получится. То есть, естественно, как бы, ну, у людей бывают уже навыки и так далее, да? Но мы говорим про какой-то другой уже совершенно статус и, может быть, другую профессию, потому что это ни в коем случае не моя профессия. Моя профессия, прежде всего, быть музыкантом, вот. А все остальное я делаю во имя любви к искусству. То есть мне чего-то не хватает в какой-то картине, культурной жизни, например, там или в другом каком-то месте. И я пытаюсь тем самым, значит, заполнить какие-то ниши. Ну, то есть это вот так схематично, если объяснить. То есть сначала была музыка, сначала было исполнительство, да? Да, но для меня безумно важно вообще сам факт похода на концерты. Я это обожаю сама делать, но для меня это большой смысл в жизни. Вот. И поэтому как бы изначально и с музыкой за мир, и с реформерс, да? То есть я не к тому, что в Москве некуда пойти, там другая история. Ну, нет, в Москве некуда пойти. Это нормально, некуда. По-нормальному, нет. Маш, по-нормальному пойти вот так глобально. Знаешь, бывает так, что вот и некуда. Нет, но я к тому, что вот мы пытаемся заполнить какую-то нишу, которая на самом деле, ну, ее не так много, да? То есть, ну, я имею в виду по поводу реформерсов. С музыкой за мир там немножко другая история. Вот, но тем не менее, да, я просто подумала о тех людях, которым это также, например, важно, как мне. То есть именно вот иметь возможность пойти на концерт какой-нибудь музыки. В данном случае я владею исключительно классической, поэтому предоставляю услуги. Ну, это интересное вообще словосочетание такое пикантное. То есть ты как бы так, знаешь, с перчинкой сейчас ответила. Маш, ну вот смотри, то есть получается, ну, исходя из твоих слов, ну так, если прямо уверовать в какие-то невероятные вещи, вот как ты думаешь, каждый ли музыкант, который только любит музыку, вот здесь, на самом деле, очень ответственный момент, потому что не каждый музыкант любит музыку. Мы к этому приходили. Да, не каждый музыкант, как это ни парадоксально, пойдет слушать концепт другого музыканта, даже который ему нравится. Ну, это такие как бы банальные вещи для нашего мира, да, потому что мы с тобой просто хихикаем и понимаем все эти тонкости, да, для аудитории это шок-инфаркт вообще. Так вот, вопрос такой, то есть получается, что, ну, в идеале, каждый ли музыкант может, ну, теоретически хотя бы не хорошую идею открыть и запустить какой-то вот культурный проект, мы будем называть культурный проект музыкальным, да, просто на просто проектом, или не каждый? Нужно ли для этого иметь какой-то менеджерский бэкграунд, или вот у всех индивидуально и необязательно? Мой опыт подсказывает, что необязательно, просто, но также мой опыт подсказывает, что хорошо бы иметь партнера, потому что мне кажется, что одному человеку очень сложно, то есть когда ты в каком-то тандеме, ну, партнер, я имею в виду тандем, чтобы был, да, такой хороший, очень творческий, человеческий тандем, потому что один подумает, другой раздумает, то есть я имею в виду, что какой-то может быть такой баланс хороший, и в идеале, наверное, должен быть, да, когда, как бы, ну, один дает импульс, другой там заворачивает куда-то додумывать вместе, что-то там брейнстормить вместе, ну, в конце концов, да, вот ты же не будешь один сидеть там и как-то вот, ну, брейнсторм, это все-таки, мне кажется, какое-то общее такое дело, да? Ну, ты посмотрела на меня и, по моему выражению лица, поняла, что кто-то будет сидеть один, да? Ты же, конечно, да, но ты исключение, понимаешь, исправила, то есть мне, ну, мне действительно кажется, вот я просто смотрела на многие успешные проекты, в основном это какие-то такие вот тандемы, мне кажется, какая-то такая командная история. Ну, ты знаешь, Маша, в защиту, как бы, своего, так сказать, проектного одиночества, я могу сказать только... Нет, не-не-не, не в этом дело, я как бы была, ты знаешь, вот в самом начале, на старте, я, честно сказать, очень хотела, я всячески искала это плечо поддержки, но как-то вот все сказали, так, твой проект, давай ты там сама разберешься, вот, и как-то вот оно, вот так у меня сложилось. Хотя я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что, ну, и в самом банальном, да, вот в смысле слова, партнерства идеально, наверное, когда один креативщик, а второй, как бы, исполнитель, ну, допустим, с какими-то там тоже креативными функциями, потому что все-таки вот документы оборот, вот эта вот вся вот эта комиссия, это совсем своя, вот видишь? Ну, то есть, таким образом, таким смехом, как бы ты просто, как бы, обозначила, что Виталик ни разу не исполнительный образец. Нет, ну, как бы, на Виталике все, о чем я не могу думать. Какая у него интересная должность. Нет, ну, нет, на самом деле, конечно, у нас все-таки действительно, как какое-то там переливание, да, из сосудов в сосуд, это естественно, это нормально, то есть мы действительно стараемся подставлять плечо, и это как бы, естественно, живой процесс, вот. Но есть вещи, о которых я вообще не думаю, о которых я вообще не включена, и очень счастлива от этого. Потому что, если бы я должна была быть включенной, вот действительно, как ты говоришь, документооборот, и какие-то такие вот вещи, было бы сложно мне очень. То есть, получается, вся креативная верхушка айсберга, она как бы обсуждается вот совместно. А потом ты говоришь, ну ладно, я пошла гулять с сыном, как бы, потому что, давай. Примерно так, или? Нет, ну, мы действительно обсуждаем очень многие вещи совместно, но также вот к вопросу о делегировании, мы научились тоже как бы фрилансеров нанимать на какие-то еще там вещи, то есть у нас бухгалтер, юрист и так далее, ну, потому что, естественно, Виталику тоже сложно, то есть он в какие-то моменты очень включается, да, и в курсе дел, вот, но в какие-то моменты надо делегировать, потому что невозможно все самим делать, на самом деле. Маш, ну вот тот вопрос, который меня тоже ужасно беспокоил, в каком-то виде он, опять же, прозвучал в том онлайне, но все-таки я хочу получить тоже вот ответ для аудитории по поводу пиар-компаний, пиара как такового, вот очень, ну, я так коротко, как я поняла, повторю то, что я услышала уже, что, в общем-то, сейчас те инструменты, которые были намечены там даже год назад, даже два года назад обозначены основные, да, для, ну, продвижения, да, своих публикаций, своих, там, не знаю, каких-то ссылок, концертов, в общем-то, они пришли в упадок, в общем-то, они не работают. И когда ты это сказала, я вообще, честно говоря, всей душой была с тобой, я тут выпрыгивала на свой ноутбук, говорила, как это правильно. Но ты сказала, ты сказала, что есть некие другие, как бы, опции, вот, которые затрагивают более глубинную сторону, как бы, жизни человека, такую более интимную сферу. Можно поподробнее с этого места? А, прости, а что конкретно ты имеешь в виду в плане интимной стороны? Ты между, во имя пиара или как? Или что? Ну, Маша, ну, я как бы говорила о пиаре, я не знаю, ну, во имя чего, но, нет, в принципе, хорошо. Когда мы говорим о том, что уже есть готовый классный продукт, просто, ну, как обычно, рынок о нем не знает, да, то есть классическая ситуация, что даже наше сообщество музыканское, как мы листаем ленту в Фейсбук? Я тебе покажу, как вот так, вот так вот. Вот так вот мы листаем, так же мы листаем ленту Инстаграм, вот. То есть, как бы, никто даже никуда не смотрит. Ну, говорят, должна быть одна кнопка, которая ведет вообще сразу во все миры, чтобы человек, который вас видит, вообще ни о чем не думал. Ну, понимаешь, это все, конечно, хорошо, да, но все-таки мы понимаем, что люди, как бы, умные, они все-таки на что-то смотрят, на что-то они больше обращают внимание, на что-то меньше, что-то цепляет их глаз, а что-то мы вот совершенно остается, знаешь, где-то там за бортом. Нет, мой вот сейчас последний опыт последнего года, собственно, когда был второй фестиваль «Реформерс», показывает о том, что действительно пиар дико изменился. Как бы я еще плюс ко всему, у меня сестра пиарщик, но совершенно в другой области, она вообще в музыке не имеет отношения, просто она иногда делится своими тоже мыслями, как бы, какие механизмы сейчас, да. Вот, то есть никакие публикации, никакие там, ничего, это абсолютно сейчас, это исключение для отчета, то есть если вам нужно, да, отчет сдать, то вот вам количество публикаций. Окей, это, значит, одна штука. Вот, а что бы именно... У меня вопрос, у меня просто вопрос сразу, чтобы я не забыла. То есть если раздеть музыкантов не поможет в публикациях, ну, то есть хоть как-то привлечь внимание, это уже было, да. Понимаешь, проблема в том, что журналы-то кто сейчас читает, но сейчас никто не читает. Ну, в самолете, окей, в самолете люди летят, и вот они могут полистать от скуки, да и то в основном это книжки и тот же самый их телефон, да. То есть еще как сделать так, чтобы они открыли нужную страницу? Вот в чем вопрос. Сейчас как бы печатные издания уже настолько занимают, там, не знаю, десятое место, да, в жизни человека. Именно вот, ну, такая билетристика. Абсолютно. Я думаю, что это сейчас уже просто отмирает потихоньку. Ну, телек, да, телек для определенного слоя людей, да, вроде как он играет роль. Но тоже, то есть, это определенный слой. То есть у меня в жизни никогда не был телевизор, например. И я вообще не знаю, что такое смотреть телевизор. То есть я тоже бы из телека ничего не узнаю. Лично я сама. Вот, да. То есть если судить даже вот просто любого сейчас из наших там друзей, да, мы можем спросить, что, на что вот мы лично отреагируем. Ну как? Ну, Вася Пупкин скажет, что это круто. Мы такие, хм, почему мы не знаем? Это же круто. Он же сказал, что это круто. И вот идет вот эта цепочка, да, вот эта волна идет, идет, идет. И у нас там уже зародилось зернышко, зернышко зародилось, да, что надо обратить на это внимание. Потом еще, мы уже запомнили, потом еще кто-то сказал. Потом еще кто-то сказал. И вот, значит, так вся же общественность уже знает, а я-то опять в последних рядах не знаю. Так надо бежать. Ну вот это просто логика человека. Ну и мне кажется, сейчас так работает все. То есть это исключительно слово за слово. И это исключительно вот рекомендации друзей. И все. Получается, что как бы испокон веков ничего, собственно, не поменялось в глобальном смысле слова, потому что сарафанное радио как было лучшим средством пиара, так оно и осталось по сути, да? Да, да. В какой-то момент, я так понимаю, был всплеск СММ, да, то есть такой онлайн рекламы. Но и сейчас народ так устал, потому что конкуренция безумная. И, по-моему, опять не работает. Ну почему? Вот мне нравится вот этот свежий формат живого общения, как бы, с легендами. Почему нет? Ну, слушай, ну это же тоже, понимаешь, это же к вопросу, да, и о том, что вот сейчас, как бы, да, есть возможность приблизиться к исполнителю, да, и стать немножко ему другом. Ну, в каком-то смысле, да? То есть если к вопросу об интиме и так далее, да, если ты раскрываешь там какие-то свои жизненные моменты, то, естественно, читатель или слушатель, он, как бы, воспринимает уже тебя как своего, безусловно. Ну, то есть он становится с тобой знаком. И, конечно, ну как, потом уже надо друга поддержать, прийти на концерт. Понятно. Или, например, ой, а как же так, вот она там такая, сякая, как же она играть-то будет? И тоже такие. Пойду-ка проверю. Знаешь, вот что мне нравится? Мне нравится, что ты все это рассказываешь, это мало того, что это правда, как бы, ты рассказываешь это все в позитивном облике. Но, Маша, мне на днях, вот не поверишь, пришла в голову совершенно другая вопиющая идея, что люди часто, вот даже в Инстаграме подписаны на техники, которых они ненавидят. То есть реально они их ненавидят, они им категорически не нравятся, их искусство, как они выглядят. Ну, то есть вот абсолютно все им не нравится. Они подписаны, но таким образом, понимаешь, тем, что они раздражают какие-то злые персонажи. И все равно они приобретают популярность. Да, слушай, это прикол, потому что мы с подружкой обсуждали, вот дур-то. Мы там кого-то, знаешь? Это же надо быть такой дур. И вот это интересно, понимаешь? Вот ты смотришь, и каждый раз так, ничего себе, как же можно быть так? И да, но это эпатаж тоже, понимаешь? Люди специально это делают, чтобы как-то эпатировать публику. Вот, ну, нет, ну это, конечно, так это прикол и все. Вот, на кого-то там, да, ты смотришь, ты уважаешь, там восхищаешься и так далее. Но действительно есть какой-то момент вот этой зацепки, да? Ну, это очень забавно. Это реалии, мне кажется, замочной скважины, как бы. Потому что ты хочешь подглядеть, как бы, из-за тем, что тебе, в общем-то, недоступно. То есть ты там не будешь никогда с этим человеком дружить и все, но тебе очень интересно, как он живет. Ну, ты знаешь, вот я, кстати, вот стала мыслью, что это что-то такое, ну, не то, что ненормально, это черная сторона человека. И все-таки вот восприятие, особенно вот такого времени, как сейчас, да, мне кажется, что вот эта вся волна негатива и подобного интереса, даже пусть это та самая старинная замочная скважина, вот так называемая, мне кажется, почему-то, что люди сейчас вот как-то покинут все это дело. Сейчас, мне кажется, такой идет взрыв интереса к, ну, знаешь, к такому настоящему ценному контенту. То есть сначала мне хотелось... Да, потому что конкуренция вся передвинулась уже в онлайн. И, конечно, сейчас будет вообще другое время, естественно. Ну, потому что сейчас взрыв, вся конкуренция перешла в онлайн. И уже люди... У многих иммунитет срабатывает, да, защитная реакция какая-то на онлайн. Потому что уже мусора, ну, просто невозможно в голову впихивать. Мусор. Ну, ты знаешь, даже в онлайне, вот я имею в виду, что они останутся в итоге с теми, кто привлекательен, ну, потому что, ну, хорошо, может быть, потом все там пару неделек подышат как бы от этих гаджетов, отдохнут, да, может быть, будет какой-то такой вот, ну, проседон, скажем так. Но все равно от этого никуда не деваться. Просто я к тому, что у людей, в принципе, вот понимание всего того, что у них в ленте, да, оно тоже резко изменилось. И, может быть, сейчас, ну, в том формате, в котором, я не знаю, мы будем существовать в ближайшее время, потому что у меня, по моим прогнозам, по моим каким-то внутренним ощущениям, мне кажется, что, наверное, действительно уже не будет так, как раньше. Но в позитивном смысле слова. Ведь есть какая-то часть вот этой вот онлайновой, такой вот техничной, скажем так, психологичной жизни, которая, в общем, полезная, которую можно оставить в цифре, дабы сэкономить там и дальше перечислять ресурсы, но прежде всего время, да. Вот я, например, недавно разговаривала вот с Лизой Карауловой, ну, со студентами, я бы сказала, что почему бы, допустим, не оставить какую-то часть физических дисциплин вот в таком виде. Ведь на качестве не отражается, абсолютно. Ну, тебя читают, ну, ты как бы выписываешь. Ну, то есть то же самое. Ну, конечно, приходя там на очные экзамены, все-таки вещи, которые нужно контролировать. Я не за онлайн-обучение, чтобы меня правильно поняли. То есть я думаю, что, наверное, это будет какой-то вот просто баланс между реальностью и вот все-таки цифрой. И я просто к тому, что, возможно, сейчас, ну, если удастся, да, построить какой-то интеллектуальный и наполненный контент онлайн, это не будет восприниматься восприниматься даже уже с тем переизбытком информации, которая есть в аудитории, со знаком минус. Нет, конечно, нет, конечно. Очень-очень много всего замечательно полезного, интересного. И как бы через что ты можешь действительно обогатиться, безусловно. Это не только знак минус. То есть, ну, мы же говорим сейчас про онлайн в целом, а когда мы говорили про пиар, да, то мы говорим, в общем-то, про социальные сети. А это две большие разницы, естественно. Ну, да, ну вот, кстати, когда ты сказала про социальные сети, вот у меня как-то родился вопрос уже следующий в этой привязке. А вот, в принципе, вот реформ, да, вот то, как вы относитесь именно к социальным сетям, там, ну, по какому пиар, ты говоришь, отходит и уже нет смысла им заниматься, вот давай на СММ сконцентрируемся. Вот замочная скважина в вашем исполнении, она, она возможна, то есть, как бы, она приемлема, то есть, как бы, это вам близко. Ведь, понимаешь, тут же надо понимать, что музыканты, ну, это же тоже люди, да, люди разные. У людей разная психология. Кто-то хочет, кто-то может, кто-то умеет, кто-то пытается как-то себя наловчить в этом направлении, а кто-то даже не пытается. Вот каково твое отношение? Мое отношение, что вообще, мне кажется, что в каждом человеке борются несколько личностей. И если говорить про меня конкретно, то во мне тоже борется, значит, такая толстая 14-летняя девочка с грязной головой и такая вся из себя бизнес-леди. Ну, и пианистка, значит, которая с полными залами играет. В общем, и постоянно идет борьба. В общем-то, всю жизнь. И, наверное, так и будет продолжаться. Не знаю, может, я, конечно, девочку с грязной головой когда-нибудь засуну куда-нибудь подальше, но пока, в общем, сложные у меня отношения с этим. Поэтому это зависит исключительно от психологического настроя, на самом деле. Иногда хочется там блеснуть, и ты такой весь из себя, да, повелитель мод, что ли, в каком-то смысле. А иногда хочется просто зарыться в норку и абсолютно. Вот сейчас у меня как раз период такой, что я вообще совершенно не хочу никакой публичности, ничего. То есть, ну, как бы, я имею в виду, разговаривать прекрасно. Нет, я очень... Спасибо тебе большое. Вот, но там даже я не хочу там посты писать. Вот это то, что я на самом деле люблю и мне нравится делать. И как-то сейчас абсолютно другой период. Ты знаешь, посты твои, это вообще-то знаменитая вещь на весь Фейсбук, потому что они очень длинные, они очень повествовательные, но длинные не значит, что я что-то хочу сказать нехорошее. Хочу сказать, наоборот, нехорошее, потому что, ну, как бы, там целые истории, целые баталии разворачиваются в исполнении, как бы, Маши. Там просто... Я помню, что я читала пост про все твои переезды. Вот это мне прямо отложилось на подпорке. Это было, черт знает когда, но вот прямо отчетливо помню, что я вот ехала в Литро, ну, где бы я еще читала? Да, и я вот прям вот от корки до корки, то есть я думаю, боже, и не заканчивается, надо же, как бы это продолжается, потому что каждый раз скажется, что, ну, вот уже и развязка, но не об этом. Списано в таком стиле какого-то триллера, детектива, по-моему, честно. Ну, очень хороший... Маша, у тебя очень хороший слог, я просто к чему клоню, что, может быть... Ну, я тут всех, понимаешь, подстрекают, такой подстрекатель. Может быть, такой, как бы, ну, вообще-то талант, да, можно не только в постах, как бы, реализовывать, а как-то взять, понимаешь, ну, в шее, потому что вы уже в этом образовании, вы уже, как бы, в этом, ну, менеджменте. Ты имеешь в виду, чтобы преподавать писанину какую-то? Нет, нет, я не... Нет, если говорить конкретно, есть такое понятие, как блогер там, да, который пишет, например, да, если говорить вот именно о каком-то тексте, там, блогер это все-таки другое, там, вебинар это тоже другое, вот, если тебе комфортнее, вот, что называется, что написано пером, то не вырубит топором, да, вот, если тебе в таком режиме комфортнее, ну, чтобы тебя читали, потому что это же, знаешь, то же самое, что, вот, например, я транслирую здесь в этих окнах, очень интересно получается, ведь это там соединение лайфхаков, артистической жизни, хобби, онлайна, да всего вообще, потому что музыканты классные. А у тебя это просто, понимаешь, для тех, кто любит глазками, как бы, как-то читать. Тоже прикольно. Я очень люблю писать, мне, на самом деле, это от папы досталось, потому что он у меня химик по образованию, но великий поэт. Как интересно. В одном человеке соединился, как это тот самый тандем физики и лирики, да? Да, да, абсолютно. Вот. Не, ну, он действительно, он есть в антологии русской литературы, и, в общем, все такое. Ну, он такой радикальный товарищ, ну, сейчас, естественно, не о нем, но о том, что писать я люблю, но мне это настолько, как бы, легко, и это исключительно по вдохновению происходит, что я не хочу и не могу, наверное, делать из этого какую-то рутину. Вот мне не хочется, потому что, мне кажется, я тогда совершенно точно потеряю свежесть, у меня нет, как бы, какого-то образования, да, чтобы рутину направить в нужное русло, как, например, любой музыкант умеет делать, мне кажется, правда же? Ну, то есть мы, если даже нам не охота, то мы знаем, что поделать с пальцами. Нет, мы просто знаем, что мы выйдем на сцену и обосремся, это да, конечно, мы знаем, поэтому это нас заставляет работать. Конечно. Да, вот, ну, а специальные, как бы, это такое, это, и потом у меня, конечно же, 14-летняя девочка с грязной головой говорит, Маша, а тебе вообще есть о чем сказать-то? И каждый раз у меня этот голос, он меня выпрошает, вот, то есть иногда я говорю, что мне есть о чем сказать, девочки этой, вот, а иногда она побеждает и говорит, нет, нет, не о чем сказать. на самом деле, как бы, в месседж, да, то есть смысл вообще, ради чего я пишу, это превыше всего, то есть я не могу писать просто так. Причем почва есть, на самом деле, у нас столько было поездок, да, что, наверное, я могла бы, если поставить на какой-то поток, то я могла бы это прямо вот писать, 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 но пока вот не хочется так делать, хочется исключительно вот по мгновению души. Ну, ты знаешь, я лично воспринимаю, я тебя прекрасно понимаю, воспринимаю вот то, что ты сказала, как эксклюзивный контент, просто вот от этой пианистки, конкретно там от этого продюсера, ну, реально такая, знаешь, вишенка на торте, то, что есть и имеет место быть, но выстреливает в определенный момент. Спасибо. Слушай, Маша, а вот по поводу, знаешь, вот нашей медийной истории вообще в мире музыкантов, там в частности пианистов, вот это такая для меня очень-очень любимая вообще во всех мыслях тема, вот смотри, заметила ли ты, что, ну, вот среди музыкантов есть люди, которые, их много, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, которые слышали об интернете весьма примерно, вот, как бы, то есть, которые, как бы, при виде видеокамеры, причем родом из 90-х годов, они вообще сразу прячутся куда-то там, уходят, ведь талант их там истекает, а может и не истекает, но в общем, мне сейчас очень некомфортно и говорить о том, что они занимаются там каким-то своим минимальным самопиаром, то есть, запостить свою, например, афишу, что завтра концерт не дай бог, ни одного друга, естественно, онлайн, потому что они знают, что такое онлайн. Вот я к чему это веду? Потому что я думала на досуге, рассуждала об этой теме, почему же так? Почему вот именно у нас такие неандертальцы оказываются на борту? Потому что, смотри, в других сферах искусства, ну, тоже есть как бы друзья знакомые, то есть не то, что так вот я сейчас от балды это говорю, но среди художников, ну, нет, но среди дизайнеров, ну, тем более, нет, потому что они все прикручены сейчас к технологиям, компьютерам, там, все эти 3D-максы и поехали дальше. Вот. Как же, почему вот у нас все живут в 18-м веке или вообще там, не знаю, в 17-м? Ну, во-первых, потому что в нотах надо писать карандашом. Вообще-то. Я не вижу связи. А я вижу. Нет, ну, на самом деле, ну, это же культура целая, то есть потрепанные там от корки до корки прочитанные книги и так далее. Нет, ну, опять же, это, наверное, определенный слой, людей, я думаю. Так это от возраста, ты понимаешь, Маша, от возраста это не зависит. Люди, которые вот, ну, младше, нас с тобой, как бы нас объединю, вот они, понимаешь, вот им там 20 лет, вот они видят, что вот, например, вот профессор, вот, понимаешь, они на что-то такое ориентированные, так ладно, если профессор, да, там, пользуется кнопочной, вот я буду как профессор, но он даже не понимает, что как бы профессор просто не хочет, как бы, да, скажем так, как учиться там работать на айфоне, ну, то есть ему просто влом, но если ему дастся айфон, скорее всего, он как бы там разберется, да, тоже не надо считать, что этого не будет. Ну, то есть они ориентируются на какие-то, на каких-то идолов, на какие-то шаблоны, которых, в принципе, не существует, и оказывается, ну, даже по сравнению, там, не знаю, за рубежом просто таких историй, ну, раз-два и обчел, которые там живут в танке. Нет, у меня тоже есть знакомые, которые не пользуются айфонами и так далее, но я не думаю, что это как-то связано с тем, что у них есть идолы или что-то, я думаю, что это связано, я думаю, что это связано с приоритетами, прежде всего, то есть это действительно занимает огромное время, отнимает, да, все наши гаджеты, действительно, совершенно, абсолютно точно, это уже доказано, что у нас совершенно иная концентрация, если мы постоянно в гаджетах, а потом нам надо что-нибудь сыграть наизусть, вот тут возникает большой вопрос, потому что у нас полная расфокусировка идет, и потом, что еще, потом гаджеты, если ты играешь по айпаду, мерзнут, выключаются, педаль не работает, переворачивает собака несколько страниц вперед или назад, вот, ну, то есть, ну, как бы, понять-то их можно, и мне кажется, действительно, это вопрос-приоритет, просто еще потом, наверное, есть какой-то страх, в каком-то смысле, мне кажется, тоже многими людьми движет, страх соблазна, ну, потому что, ну, знаешь, Маша, вот у меня еще была надежда, но после этих слов, смотри, страх соблазна, айпады, которые выключаются, я думаю, что компания Apple, ну, не будет нашим спонсором программы, уже, извините, вот никак, особенно страх соблазна, у них же яблоко, все-таки, как бы, иконка. Да. Знаешь, нет, ты, конечно, здорово оправдалась, как бы, этих людей, которые нас в любом случае не смотрят, поэтому совершенно без запаса. Ну, нет, знаешь, я, на самом деле, конечно, понимаю все эти нюансы, но я считаю, что тут, конечно, нужно тоже понимать, что должна быть какая-то, видимо, золотая середина, поскольку никто же, ведь, не занимается этими людьми, тут мы выходим совершенно на другой круг ада нашего разговора, потому что, если бы можно было не заниматься, так сказать, самопиаром, которого все ужасно стыдят. Вот, Маша, давай так, скажи теперь конкретно. У тебя есть стыд и страх самопиара касательно себя как пианистки, касательно, не знаю, вашего проекта, реформа, конечно, в других. Постоянно. То есть, ну, то есть, дон-стоп, естественно. И, смотрю я на всяких, которые не стыдятся. И мне очень интересно за ними подглядывать. Ну, Маша, вот, например, я очень, я тебе, открыть секрет как бы свой. Это просто будет тебе очень понятно. Вот, когда я выставила твою левую ногу, которая очень прославилась в сети, которая задняя левая. Да, на самом деле, но это концептуальный ролик, и как пример, да, поскольку, ну, ты, собственно, находишься на этом ролике, да, и как бы он там набирает сумасшедшие какие-то там просмотры, да, то есть выше, чем какой-то другой. У меня есть чем сравнить. Вот, я, ну, я этого не стыжусь, я не стыжусь твоих ног. Я тоже не стыжусь. Вот, нет, я уверена, да, я уверена в той музыке, я уверена в участниках, там, когда я выкладываю свои какие-то фрагменты, ну, хорошо, я сыграю так, кто-то сыграет там по-другому, ну, это как, знаешь, как часть жизни, как часть плана, динамика, ну, вот сегодня я сыграла так, завтра я по-другому. Нет, нет, про какие-то моменты исполнения, это совершенно, это совершенно иное, то есть, если ты, как бы, доволен в каком-то смысле, да, хотя, на самом деле, невозможно быть полностью довольна своей игрой, ну, если, да, как-то что-то у тебя получилось и ты хочешь поделиться, ну, это я считаю нормально абсолютно и это очень-очень здорово, вот, но когда, знаешь, есть выражение ванильные посты, когда люди пишут ванильные посты про то, что, ой, я играл там-то, там-то, и я ля-ля-фа, ну, короче, вот это вот все, то, ну, понимаешь, то есть, конечно, я такая, я сразу начала вспоминать, были ли такие посты у меня, ответила нет, не было, вычеркнули, нет, ну, определенная категория граждан, лицгрупп граждан, в общем, но мне кажется, я даже знаю этих людей, как бы, но мы не будем их сейчас упоминать, да нет, ну, конечно, чего, вот, поэтому, вопрос вкуса, понимаешь, я думаю, что, если все делать со вкусом и с каким-то, действительно, смыслом, ну, потому что, да, нужно говорить про свой фестиваль, потому что, да, мы приглашаем артистов, там, из-за границы, да, и я категорически против того, чтобы они играли в пустых залах, то есть, я делаю все для того, чтобы рассказать людям, что вот такие прекрасные, совершенно гениальные люди приедут, и надо только вот прийти в зал, это совершенно точно, вот, меньше я рассказываю про свой проект, потому что действительно такой прям, ну, вот, я имею в виду музыка за мир, да, потому что это прям, вот какие мы молодцы, или, ну, я рассказываю больше про людей, с которыми мы там встретились, и потому что в этом проекте, как бы, человек превышает для меня всего остального, поэтому, ну, как бы, мало довольно записей выкладываем, пока, но еще к этому не пришли, может быть, вот, я начала какую-то такую компанию в начале карантина, но потом подумала, что это самое, да, сейчас у людей больше страхов и тревог, и, наверное, это не очень уместно, в каком-то смысле, но это тоже вот к вопросу о том, стыжусь, стыжусь, конечно, без конца, без конца вот, вот это вот, весы эти, они постоянно... от весов, от весов надо избавляться, причем не от вот этих вот внутренних, от материальных тоже, нужно их подальше, так ногой вообще отпинать, потому что только нервы себе трепать сейчас, знаешь, Маша, кстати, вот говоря о музыке за мир, ну, как бы это чистой воды, это какая-то вот такая, даже не представляю вообще, уже говорила Виталику, ступень как бы вот этой благотворительности, да, на всех как бы уровнях, ну, то есть поехать, это опасно, ну, то есть люди в каком-то развивничном состоянии, там, казалось бы, какая музыка, но, естественно, понятно, что музыка, это терапия, это надежда, это, ну, как бы, я тебе могу это всего не рассказывать, я рассказывала аудитория, вот, но, ты понимаешь, вот тут интересный момент, кстати, тоже дорожка скользкая, по которой мы сейчас с тобой пойдем, отношение к благотворительности в музыке, вот это вот очень скользкая тропа, но все-таки я хочу вот озвучить несколько мифов, а может быть ты со мной согласишься, а может быть нет, вот миф номер один, что классическая музыка и академические музыканты, ну, это как бы чистой воды альтруизм всегда, и так должно быть, потому что это же чистое высокое искусство, вот, вот, а мы, мы питаемся, это, это вот абсолютно, это не должно быть никак связано с этими грязными деньгами, миф номер один, пожалуйста, прокомментируй это, мою такую маленькую сценку, подожди, это миф чей, это миф у слушателей? Ну, не только, если бы это был миф только у слушателей, знаешь, ну, к сожалению, к сожалению, вот на моем веку, уже когда я заканчивала, последние аккорды, можно сказать, аспирантуры, высказали совсем не наши слушатели, что так, в общем, должно быть, и я задала вопрос тогда, я говорю, простите, а у меня в двух красных дипломах, которые очень красные, написано, четыре специальности, ну, там, солист, там, там, английский, там, мейстер и педагог, в каком, как я говорю, я вам, простите, мейстер, написано, что я должна стоять на свободной кассе в Макдональдсе, чтобы зарабатывать себе на жизнь, то есть, я говорю, получается, что, как бы, ну, используя любую эту опцию, это оно, это искусство, чистое искусство, ну, да, академическое, я за это денег нет, или только за преподавание, например, как вариант, ну, не все преподают просто, да? Я не знаю, мне кажется, что это какие-то садисты так, наверное, считают, нет, это я шучу, но я к тому, что, смотри, значит, это, получается, что это жизнь так считает, да? Ну, просто наша жизнь в каком-то смысле. Вот понимаете, я не даром взяла это слово миф, который, как бы, вот откуда-то он взялся, и вот он существует. Я думаю, что слушатели об этом вообще не задумываются, честно говоря, если мы говорим про публику, они покупают свои билеты и приходят на концерт, им вообще по барабану. Нет, нет в том предела. Ты знаешь, у меня вот однажды состоялся разговор с людьми, которые заплатили за билет, придя, ну, в нашу дважды ордена Ленина. Концерт был очень хороший, и потом, посреди разговора, очень натурально скрывается, что, кто-то упомянул из музыкантов, что, как жаль, что профессора не получает за эти концерты. Нас подняли, нас подняли, ребята, вы что, вообще, здравствуй, дерево, мы же заберем, вот все же с билетов, мы говорим, ну, до свидания вам. Они просто не знают, они просто не в курсе системы, да, это же получается, либо это проблема организаторов, ну, и, соответственно, это проблема институций, да, учреждений, то есть, это большая системная ошибка. Я не думаю, что это какой-то миф, или, или, что это так считают зрители, ни в коем случае. Я уверена, что они не знают, и если им, как бы, объяснить, то для них это будет большое, большое удивление. Ну, я, во всяком случае, мне так хочется верить в это, потому что, вот. Нет, ну, знаешь, вот я же много там в разных странах жила, разных, и очень я обожаю вопрос, вот, а вы профессиональная пианистка? Типа, а какая ваша, собственно, профессия-то? Знаешь, в Англии, в Голландии просто обожаю задавать этот вопрос. там, а, типа, как вы деньги-то зарабатываете? Ну, вот играю тут на пианино. Слушай, ну, это, это невероятно, потому что, смотри, ну, вот, в принципе, да, вот, сейчас, может быть, открою кому-то Америку, кому-то не открою, но принято считать, что, там, в начале 20 века, в принципе, вот искусство, да, которое там было разделено на массовое, которое оплачиваемое всегда было, да, вот, это непонятно, что балаган, и было чистое искусство элитарное, которое, значит, с коммерцией никак не было связано, искусство ради искусства. И вот, начиная с 20 века, да, происходит этот взлет, что, типа, все подчинено уже, как бы, рынку, экономике, там, появляется маркетинг как инструмент, но что же происходит? Происходит то, что, как бы, за это за дело берутся такие люди, которые начинают стоп поднимать не то, что на самом деле, да, как бы, классное, ценное, там, великое, а то, что легче продается, а кому они продают? Понятно, кому. То есть, то, что легче продать, как бы, то, что более такое, ну, простое, понятно, оно, как бы, да, и выигрывает. То есть, получается, что только мы встали на коммерческие рельсы, значит, все равно поехало по ним не то, что надо. И вот мы боремся по сей день с этой вот, ну, какой-то несправедливостью. И вот здесь уже второй вопрос тоже вступает. Миф номер два. Многие организаторы, которые, ну, они организуют разного, скажем так, характера концерта, и платные, и бесплатные. Но вот они считают, что, в принципе, при прочих равных, каждый музыкант, вот каждый, вот мы с тобой не хотим, мы не хотим, не важно. Значит, мы просто обязаны какую-то часть концертов играть благотворительно. То есть, такое, ну, присутствие натиска и обязалов. Почему? Потому что искусство, оно, ну, оно очень великое, мы должны всех облагораживать, даже вот с такой вот агрессией. Это же тоже, на самом деле, ненормально, я считаю. Ну, номер два. Да, но тут, понимаешь, вопрос, благотворительность с какой стороны, то есть, пускать зрителей бесплатно, да, либо не получать музыканту деньги. То есть... Не получать музыканту деньги и пускать зрителей бесплатно. Тут двойной ван дам. В каких-то моментах я считаю, что это, как бы, нормально, когда ты обыгрываешь программу. Но, когда ты уже играешь в концерт, то, конечно, это знак вопроса. То есть, нет, ну, естественно, я считаю, что мы не должны работать бесплатно. И существуют разные схемы финансирования. Вот, то есть... Просто понимаешь, мне, как мне это видится, что в принципе, вот, к чему я рассказывала вот это вот начало 20 века, прям, сделать маркетинг, потому что в этот момент профессия музыканта, она становится именно профессией. То есть, до этого это были такие, ну, как бы, вырванные из контекста звезды, да, там у них получалось, ну, тот же лист, тот же погонит. Но это как бы, это совершенно другое. А вот, когда эта профессия, она, как бы, что называется, становится на поток, да, то становится такой чисто человеческий вопрос, а в чем разница этой профессии от другой, ну, от любой другой? Да нет, у нас наиболее сложная профессия, как бы, у нас нет никакой разницы, и более того, мы учимся ведь, ну, примерно так, лет 30, ну, кто-то 20, кто-то 30, то есть мы учимся дольше всех, и мы, в общем-то, продолжаем учиться потом всю жизнь. И, безусловно, мы не должны работать бесплатно, ни в коем случае. И, опять же, как бы, слово благотворительность может быть расценено абсолютно по-разному. Наш проект заключается в том, что мы пускаем зрителей бесплатно в, да, в постконфектных зонах планеты, скажем так, даем мастер-классы бесплатно, и, ну, приезжаем мы за свои деньги и так далее. Но у нас же есть финансирование на это. Ну, как бы, у нас, у нас нет денег поехать в Индию там на несколько недель, да, и так далее. У нас есть спонсор. То есть я к тому, что, ну, нужно за себя бороться, и в том числе за свой хлеб нужно бороться, да. И в Европе есть разные фонды, которые поддерживают музыкантов. Можно, например, подать на серию концертов, у тебя есть идея там с определенной программой, да, красивая. Не обязательно там, что это должно быть нечто новаторское такое, это самое, да, для образования публики, вот, но просто красивая программа. Вот у тебя есть идея сыграть ее в нескольких местах. Ты подаешь фонд, и залы, как бы, они должны существовать сами. Они берут там эти самые деньги с билетов, да, ну, а музыкантам платит фонд. Вот, то есть такая схема существует. И очень многие музыканты здесь так живут. В России ситуация гораздо сложнее. Ну, как бы... Как обычно, понимаешь, то есть, рассказывается красивая история, и потом, как бы, естественно, розовые очки комплектом все выбрасывают. Ну, давай, давай, бомби. Ну, ну, а что? В России невозможно. Конечно, в России нет фондов, которые просто там хочу, пойду, сыграю сонату Моцарта людям. Дайте денег. Ну, понятно, что тебе скажут. Нет, мы знаем, что скажут. Денег нет, но вы держитесь. Вот, что нам скажут. Это наш, как бы, лейтмотив жизни. Вот, но, тем не менее, я думаю, что, опять же, частное спонсорство существует. И, если ты создашь какую-то концепцию, и если, ну, как бы, ты там красиво все это упакуешь, и вот это все, и потом, все-таки, я думаю, можно найти людей, которые тебя также поддержат. Ну, то есть, наш опыт подсказывает, что можно найти таких людей и организации. Ну, вот, то есть, и соглашаться, работать бесплатно, наверное, не нужно. Во всяком случае, я этому учусь, потому что, в принципе, это я тоже готова играть везде и на любых условиях. Вот, а, Виталик всегда борется с этим. Вот. Очень меня ругает всегда, когда я... Нет, ты понимаешь, наверное, тут тоже есть какая-то золотая середина, очевидно, но просто, понимаешь, вот хорошо, что ты сейчас объяснила, как бы, аудитории, что, когда это благотворительный концерт для публики, это не всегда значит, что музыканты играют бесплатно. Потому что вот именно здесь и происходит вот эта вот, понимаешь, расконнектизация какая-то вообще сознания, потому что люди, если не понимают разницу, ну, это просто как бы не за то, так что называется образование, но такие нюансы, которые знают не все. Вот. Но есть как бы и злая сторона вот этой вот истории, она заключается в том, что, знаешь, что называть благотворительностью? Теперь под другим углом. Если это мероприятие, например, что называется лакшери, да, то есть там по сбору средств, там, я не знаю, фонд там, неимущим детям Африки, там, ну, я не знаю, да, то есть, жательно, чтобы эта цель была какая-то такая, чтобы ее можно было хотя бы еще проверить, пардон, да, потому что, ну, люди прекрасным образом могут наживать очень большие средства за счет просто вот как бы какого-то человеческого желания поддержать, что называется альтруизм в лучших своих проявлениях, да, но мы же тоже не будем, да, об этом забывать, потому что, я не знаю, как в Европе, наверное, тоже среди, но, ну, не то, что к минимуму меньше таких, как вот преступлений, но в России, в России это сплошь и рядом, и как бы то, что происходит вот на этих благотворительных мероприятиях, это вообще шарашки на конторах, поэтому часто, когда я слышу, что к музыкантам, ну, вот так вот пристают, что называется, да, где ваша благотворительность, ну, я не знаю даже, как на это реагировать, у нас это в принципе не поставлено на поток, у нас и заработок не поставлен на поток, ну, так-то, да, вот, поэтому, поэтому я тебе очень благодарна за такой вот подробный на самом деле ответ, это очень-очень интересно. Ну, знаешь, вот я тоже знаю, что даже когда это какие-то лакшери дела, как ты говоришь, то, в общем-то, артисты берут неплохие гонорары себе, ну, а сбор средств сбором средств, ну, и как бы не обязательно, что это там какая-то подстава или что-то, просто это, ну, такая схема, то есть, ну, какая схема, чем ярче звезда, тем на нее больше приходят, тем более денег дают, да, тем больше собирают, но тем не менее за время, ну, просто, ну, как бы наше время дорого стоит в любом случае, да, вообще время человека дорого стоит, это вообще большая ценность. Да, это прописная истина, но я просто не до конца сказала, что, да, они могут получать, конечно, большой гонорар, но может быть и такая ситуация, что, например, в пользу вот этого сбора он может отказаться от своего гонорара, ну, как бы так часто тоже происходит, когда крупные музыканты играют, что называется, один концерт я могу, вот, как говорится, пожертвовать, вот, но это, да, это все разные модели, это все, конечно, возможно. Не, опять же, вот, извините, да, я знаю просто ситуации, когда также, да, фонды отдают, да, и даже внутри наших проектов были такие случаи, когда отдавали в пользу, там, неких фондов, деньги. Ну, это замечательно, вообще, просто респект и уважуха этим людям, потому что они поддерживают, штаны этих проектов, все называется, потому что очень тяжело, очень непросто. Слушай, а вот на проектах, на ваших, ну, вот, задействованы молодежь, задействованы, там, композиторы, да, современные, которые вам нравятся, и которых вы вводите, когда со временем в виде такой топ, привлекаете к ним внимание, что, безусловно, ну, благая такая, конечно, цель. Вот, дети меня очень сильно заинтересовали, как часто приходится быть коучем, то есть, как бы, не только мастер-классы, вот мастер-классы, а вот вообще, как бы, ну, с ними общаться, может быть, там, на тему тоже тех же культурных проектов, начинания, ну, как бы, зачаточным, я понимаю, уровнем, то есть, совсем может быть, примитивным. Был ли у вас такой опыт, или, или вот нет? Да, это были, конечно, не то, что дети, но студенты, и, кстати, совсем недавно мы даже снимались там для прекрасных совершенно ребят, они называются последователя, в общем, и они брали интервью, в общем, у них такая инициатива, что они приглашают тоже там молодых людей, которые чего-то там создали, сделали, ну, то есть молодых там до 40, например, вот, у которых есть свои проекты, и как бы наша цель была мотивировать там выпускников вузов, например, да, и рассказывать, что можно дальше сделать со своим там образованием, временем, силами, энергией и так далее, вот, и просто рассказывать про свои проекты, и, конечно, это очень здорово, потому что милейшие совершенно ребята, вот эти последователи, у них название, вот, и также есть потрясающая такая же инициатива Science.me называется, и вот для них тоже мы участвовали внутри их конференции, тоже рассказывали, как можно поступать, а можно не поступать, с какими-то инициативами, да, свои. Подожди, а вот сама эта аудитория, то есть вот эти вот студенты, они по профессии, ну, что? Очень разная, то есть, да, абсолютно не было никаких, я так понимаю, ограничений, абсолютно разные. Они просто учатся в разных уровнях, да, как бы была такая вот активность, они пришли, потому что им это интересно. очень хорошо. Я почему-то, я почему-то думаю, что наших творческих вузов, скорее всего, там было меньше всего. Почему я так думаю? Потому что у всех нормальных вузов, вот тоже вопрос, уже давно сформировались такие, знаешь, нормальные сообщества. Ну, то есть техники, они там прямо, вот у них сеть, они, как правило, общаются, они все знают, вот инженеры, вот, не знаю, генная инженерия, вот тут уже отдельно биологи, химики, тут физики, все в порядке, вот. А у нас, у нас как-то вообще полная разобщенка, значит, ну, как обычно. То есть мало того, что все музыкальные вузы между собой, ну, как бы, понятно, как они. И я считаю, что это просто преступление. Я постоянно пытаюсь пропагандировать мир и добро, потому что я такая наивная, потому что, я говорю, ребята, ну, конкуренты, это вот когда ты учишься в четвертом или в восьмом классе в ЦНШ, и ты играешь гамму быстрее, чем кто-то рядом, а потом уже это в общем, ну, то есть все остаются на уровне восьмого класса вот здесь. Вот. Я говорю, давайте как-то все-таки разомкнем этот круг, вот. То есть там 4-5, я не помню, сколько у нас там, 5 вузов, сколько у нас там высшего образования, музыкального только, потом театралы, да, там, не знаю, кинематограф тот же самый, художник, дизайнер, архитектор. В принципе, это огромное количество людей, которые могут найти общий язык. Но разве существует хоть одно такое сообщество? Вот у меня к себе вопрос. Существует ли такое в Амстердаме или вообще в Голландии в целом? Вообще, может быть, в Европе, где-то нам такое натыкалось, потому что сообщество вузов, я понимаю, что существует повсеместно, но вот такие вот коммуны, которые могут как-то, понимаешь, они же потом и на концерты ходят, и на сервисы могут, то есть у них даже с пиаром меньше вопросов, да, вот как бы, чем у нас. Слушай, ну, я параллельно подумаю над этим вопросом, а пока просто я хочу сказать, что у нас очень одинокая профессия, и, в общем-то, я думаю, что вот этот момент разобщения, слушай, ну, по-хорошему мы так вот, по-хорошему, ну, должны, ну, пять-семь часов проводить в одиночестве, если, ну, по-честному. по-хорошему, да, по-хорошему, да. Ну, я всегда говорю это так, три и три, после этого уже как бы, да, понимаешь, смотри, ну, три часа ты посидел, да, потом, значит, ты поел, полистал ленту, потом ты опять три часа посидел, а потом ты уже выжатый лимон, ну, как бы, и дай бог, если у тебя есть личная жизнь, ты начнешь заниматься ею после своих, там, вот, восьми часов работы, да, и потом, то есть, ну, я имею в виду, так, лет с восемнадцати, в общем, люди так, мне кажется, многие как профессиональные музыканты живут, вот, поэтому, мы менее, наверное, тусовочный народ, в целом, я так думаю, чем, ну, я просто размышляю, чем те же самые, там, дизайнеры, архитекторы, не знаю, мне так кажется. Маша, если хочешь знать, по-моему, непрофессиональное мнение, очень неубедительно, знаешь, почему, потому что, в принципе, имея личную жизнь, и понимая, что вот эти все часы, они как бы существуют, ну, это же, это же недолго, то есть, я имею в виду, что это может быть какой-то один день в неделю, и, в принципе, такая опция, знаешь, называется, не обязательно посещение, то есть, это просто некий клуб, который существует, потому что потом мы упираемся в такую стену, что закончив уже все там свои образования, пятый курс, старантуру, там, да все что угодно, ты приходишь к тому, что, например, ты хочешь там создать проект, который, допустим, основан на синтезе каких-то истинствах, и начинается вот это вот, боже мой, вот я прямо вижу, как это выглядит, и мне там не нужен художник, и начинается поиск, понимаешь, иголки в стоге сена, а вот если бы существовала такая коммуна, ты бы уже не просто, да, как бы знал, кто там лучше, кто вообще передавит, но это как минимум, но, как обычно, оставляются часы, самый неподходящий момент, буду меньше говорить в следующем окне, потому что мы сейчас с тобой не все, все буду тронули. Все, ребята, перескакиваем туда, Маша, сейчас продолжать. Так, всем привет, снова мы вернулись. Слушайте, когда появилась та опция «Залей видео в IGTV сразу из онлайна», вот так вот оперативно прямо и не перескочь в следующее окно, видите, везде свои плюсы и минусы, но зато первую часть вы уже можете посмотреть, вот, она сейчас подгрузится, и вот буквально сразу-сразу-сразу тепленький эфирчик вы можете взять, а вот и Маша, Машу подключу. С возвращением. Спасибо. Маша, ну, слушай, ну, уже все, первая часть эфира уже сейчас это, как бы, она становится популярна, пока мы тут с тобой продолжаем разговор, да, как бы хорошая новость, ты начинаешь, вернее, уже продолжаешь набирать просмотры, вот, как бы, не отходя от карты. Вот, слушай, ну, как бы, с коммунами, конечно, я понимаю, что это такой спорный момент, с одной стороны, но, видимо, я просто за тусовку, вот что я поняла, пока я включала телефон. Да нет, это прекрасно, конечно, и когда я училась в консерватории, то, наверное, как-то я это, да, очень чувствовала, и, не знаю, но все-таки сейчас, мне кажется, настоящая... Ну, просто я тоже, я тоже не учусь, как бы, хотела я вставить свои пять копеек, что я, как бы, уже тоже давно не учусь, но что-то со мной, видимо, не так, я все равно хочу вот этого, знаешь, драйва, как бы, какого-то объединения усилий. Это здорово, но ты знаешь, мне кажется, еще у всех разная судьба в каком-то смысле, да, и вот именно, именно судьба по поводу тусовок тоже разная, ну, так получается, слушай, из-за моих переездов вообще мне сложно про это все говорить, на самом деле, вот, вот это правильный ответ, потому что, вообще, если бы, наверное, я так много не переезжала, наверное, было бы сообщество, и, естественно, я была внутри какого-то круга, вот, ну, просто умные люди, так как я, не поступают, поэтому, вот, я сижу сейчас, без сообщества. Нет, ну, слушай, ну, я вообще-то тоже говорила о серьезной позиции, как бы, ладно, выкрутилась, ты выкрутилась, Маша. Нет, слушай, я сейчас поняла, потому что, ты задала, понимаешь, вопрос на самую больную тему, потому что, самая наша, здесь большая проблема, в Голландии, действительно, то, что у нас прям дикая нехватка общения, сообщества, и, вот, каких-то, да, вот этих вот распускания корней, у нас нет, абсолютно, у нас нет, знаешь, истории с какими-то зданиями, с какими-то заведениями, и так далее, то есть, я, безусловно, совершенно точно знаю, что это из-за того, что я столько раз в жизни переезжала, абсолютно точно, вот, то есть, я никому, на самом деле, не советую это делать, в таком количестве. Ну, нет, ну, ты герой, на самом деле, ты магистр, я бы сказала, переездов, дадим такой тебе неофициальный титул, как бы, ну, ну, на самом деле, Маша, просто смотри, я поясню, как бы, свое праздное, вот, такое вот любопытство, тусовка, как таковая, ну, это, как бы, бывает, что называется, за и против, да, то есть, это в одном случае, это хорошо, в другом случае, это плохо, но я, как бы, может быть, не совсем правильно задала вопрос, может, как-то некорректно, имела в виду, что на выходе, да, вот, общаясь с этим, имея возможность с ними общаться, не обязательно каждый день, с разными этими творческими профессиями, может родиться, вот, именно такой, знаешь, вот, я буду топить за Москву, то есть за Россию, да, российский такой свой продукт, который потом поможет сделать какой-то синтез, потому что, почему вообще я задала этот вопрос, потому что, вот, допустим, у меня другой проект, который не ловит филармония, вот, с эстетикой метро, если помнишь, связанного, метро-консерт-арт, вот, у меня там был целый синтез, целая театральная постановка, когда по-хорошему, ну, я, как обычно, ничего не делегировала, но ты уже озвучила, что бывают такие люди, совершенно законченные, вот, но по-хорошему нужно было нанять, как бы, да, там, режиссера, как это он предвещает, там, художника, там, и так далее, и так далее, то есть, но если бы эти люди уже были в арсенале, потому что кому доверять, тому, на кого, на кого тебе укажут пальцем, кто тебе там подсказал твои левые пятки, это бывает опасно, и бывает, ну, реально, потом ты просто разочарован уже глобальным каким-то результатом, то есть вопрос был просто вот к этому, а по поводу Голландии, по поводу вот уже ситуации, в которой вот вы сейчас находитесь, я, конечно, не знаю, какой-то ваш переезд последний, как бы, хотя бы на ближайшее какое-то длительное время или нет, но ты меня натолкнула на мысль, что, а может быть, вот вам не приходило в голову, сын подрастет чуть-чуть, создать сами какое-то такое сообщество, знаешь, там, русские, которые переезжают, русскоязычные, да, люди, они, как правило, своей какой-то коммуной начинают общаться, я не говорю, что это какой-то алгоритм, там, подсказка, что называется, из Москвы, нет, конечно, вам виднее, ну, может быть, просто свой какую-то коммуну, клуб создать, либо по интересам, либо еще по какому-то принципу, почему? Это замечательно, замечательная идея, и, конечно, были мысли, но, мне кажется, мы раньше отсюда переедем, опять. То есть, ты намекаешь на то, что это как бы не финал, да, что называют? Нет, мне кажется, что нет. Вот так вот мы, вот так вот мы и узнаем, как бы, новости, которые будут будоражить нашу душу. А знаете, дорогие друзья, почему? Потому что публикация, которая сегодня появилась в Инстаграме Маши, где Ника стоит, во всеми улюбленными глазами смотрит на прозащицу в кофешопе, да? И так вот случается разбитое сердце молодых людей, родители три же, картина масла. Нет, слушай, Маша, на самом деле, вы, конечно, большие путешественники, и смелость надо иметь, на самом деле. Это, наверное, тоже не каждый человек может, абсолютно, я так обозреваю. Может быть, не знаю. Мне было очень интересно. Это, конечно, мне это очень много дало. Вот, но, как я уже сказала, вот, если говорить с точки зрения эксперта по переезду, я не рекомендую. Если, я абсолютно точно рекомендую всем после консерватории, например, поехать на пару лет поучиться, ну, как вариант, да, может быть, просто переехать куда-то, это замечательно, и это хороший опыт. Для роста личности это очень много дает, абсолютно точно, и для образования, и для кругозора, и вообще для, ну, это здоровский опыт, это очень правильный опыт, я считаю. Вот, но вот это бесконечно осуществлять, я думаю, что это неправильно просто для человека, именно потому, что невозможность создать сообщество свое, невозможность просто, ну, реально построить карьеру, потому что карьера не строится за год и за два, и она даже, в каком смысле, не строится за пять. Вот, она, это достижение, которое делается, ну, наверное, десятилетиями, в общем-то, ну, в каком-то смысле, и публика также к тебе относится, да, то есть она тебя знает, помнит вот этот вот прирост, там, полные залы, менеджеры, ну, в общем, короче говоря, это большая цепочка, и если ты сидишь на одном месте, на попе ровно, то тебе гораздо проще вообще существовать, вот, чем если ты, как я, пожил в Лондоне, в Нью-Йорке, вымоли, потом опять в Лондоне, потом в Амстердаме, нет, я еще в Москве посерединке пожила шесть месяцев, и так далее, ну, в общем, короче, так не надо, но интересно. Ты знаешь, нет, это, конечно, просто потрясающий послужной список, список, это сдурить вообще можно, как это можно просто пережить и не запутаться, и это же совершенно разные режимы этой жизни, да, и как бы, ну, ты человек, у тебя уже какая-то стабильность, и в это время еще творить, заниматься, пардон, да, как бы, и переезжать с этими вещами, которых, наверное, я не знаю, в любом случае, сколько бы их ни было, да, это же переезды, это черт знает что вообще, все же переезжали в свою жизнь, да, ну, ты знаешь, вот я после твоего рассказа, что те, кто сидят и могут строить карьеру десятилетиями, я почувствовала, как активно, активно, ничего не происходит в моей жизни, нет, как бы меня-то, нет, меня знают, но здесь же тоже, да, получается, что палка о двух концах, непонятно, что из этого, я бы сказала, лучший, будучи оптимистом, но скажу, непонятно, что из этого хуже. Нет, ну, слушай, во-первых, ну, если говорить про тебя, то, ну, согласись, ты очень много сделала, вообще в том числе для города, ну, но это правда. Только город об этом не знает. Нет, мне кажется. Ну, в общем, твой проект просто, я считаю, совершенно замечательный, не знаю, моя племянница, которой на тот момент была, наверное, лет 18, она вышла там после одного из твоих концертов, сказала, я обожаю ЗИЛ, ну, понимаешь, потому что там происходит, ну, как бы, и это в том числе, то есть, мне кажется, что это очень важно, как бы ты абсолютно точно расширяешь границы, да, и сознание людей, и так далее, то есть, большое восхищение. Это все вызывает, поэтому... Нет, спасибо, но я просто думала сама, может быть, куда-нибудь тоже рвануть, там, уже разные бывали мысли, конечно, то есть, вне зависимости, там, от ловки, знаешь, тоже. То есть, я просто смотрю, как у всех очень разный сценарий, тут, наверное, нет какого-то, ну, единого ответа. Нет, конечно, но я вот говорю, если с точки зрения какого-то расширения кругозора, я считаю, что переезд даже на какое-то время, это очень полезно. И здорово. Вот. Если говорить, да, про какое-то построение, ну, тоже, да, можно сказать, что вот уедешь, там, на два года все забудут, ну, нет, не забудут, на самом деле. сейчас. Не забудут, да, мне тоже кажется, что тут тяжело нас забыть, знаешь, типа, сложно найти, легко потерять, невозможно забыть, я просто сразу вспомнила. Маша, Маша, слушай, вообще, конечно, одно цепляется за другое, вот как я люблю прямо. А вот в теме с подростками, которые студенты, вот когда был этот ваш коучинг, с этим мы разобрались, с этим сегментом. А вот говорят многие просто музыканты, я не могу ответить на этот вопрос по объективным причинам, ты сейчас все поймешь, правда ли, что вот как бы с появлением, ну, вот своего, как бы, пассажира, который, возможно, будет тоже заниматься музыкой, ну, вот эта вот вся эта история, когда музыканты говорят, нет, нет, только не музыка, только не музыка. Ну, вообще, с появлением детей у музыкантов открывается какое-то, не знаю, неведомое второе дыхание, и они начинают творить, вот с точки зрения проектные, то есть они открывают какие-то проекты для детей. Было ли у тебя такое побуждение, или это я сама себе надумала? Ты знаешь, ну, у нас дитё еще не в том возрасте, чтобы, как бы, на нем потренировавшись, мы бы открыли для других детей, ну, то есть мы пока ему не рассказываем, там, про детский альбом в Чайковском, может быть, конечно, мы уже опоздали, но, но еще нет, не рассказываем, вот, поэтому я, как бы, могу сказать, что у меня не было побуждения сделать ничего для детей. Этот эфир нельзя публиковать, ты понимаешь, что не было побуждения ничего сделать для детей. Нет, нет, ну, в общем, да, я понимаю. А что нормально, у меня тоже не было, потому что я считаю, что как бы для детей, нет, для детей просто должны творить те люди, которые реально выбирают это как свою аудиторию, ты понимаешь, это же тоже талант, это как, знаешь, вопрос каверзный, который задают, чтобы, ну, у нас в музыкальном мире, конечно, все немножко ку-ку, и принято задавать вопросы, ты, например, пойдешь работать в музыкальную школу, все так обижаются, ужасно просто обижаются, потому что хуже ничего на свете нет, но нормальный человек востримит это не в таком, как бы, контексте, а поймет, что, как бы талант работы, например, да, с маленькими детьми, ну, на очень качественном уровне, это реально талант, потому что, господи, там и внимание вот такое в пять лет, когда там пять минут воспринимает, пятнадцать, это полная пространство, да? Это классная работа, я вообще, я просто, я не могу себе представить, если честно, постоянно в этом, как бы, формате находиться, то есть, ну, у меня были частные ученики, и есть немножко, вот сейчас Адин. Ты так правильно, Маша, когда Адин, ты как бы можешь его вот так вот взять. Ну, я просто не опыта, да, потому что, ну, ну, тоже, понимаешь, там, как бы, прежде всего, ты должен быть психологом для этого ребенка, и это, ну, это другая профессия, я бы сказала, ну, либо это есть внутри, да, тогда легче, а если этого, как бы, нет, ну, да, это сложно, это сложно, вот, поэтому, что касается проекта, для детей, нет, пока, нет. Тут мне понравился комментарий, Маша, написано, зато честно, то есть, когда мы с тобой сказали, что нет, ну, мы с тобой, как бы, такая слесаревская команда, как бы, однозначно нет. Ладно, с этим разобрались тоже, ну, вот так вот, уже потихоньку списочек, как это, пополняется новыми подробностями, а вот ученик, который вот сейчас один, совсем один, он, как бы, по онлайну с тобой занимается? Да, сейчас, да. Как это проходит? И сколько ему лет? И кто он вообще такой? Мальчик, девочка? 7 лет, он мальчик, живет в другой стране. Ух ты, какой у тебя классный ученик. Да, и как это проходит? нет, слава богу, там потрясающая мама, я вообще считаю, что занятия с детьми, мама, это главные персонажи. Ну, да. Потому что они должны, вообще-то, все выучивать вначале, а потом повторять и объяснять, и так далее. Вот. Ну, как бы, я говорю, что прежде всего нужно быть психологом, поэтому, я сейчас не буду внедряться в подробности, как это происходит, потому что это, может быть, не очень этично, например, сейчас, но я не знаю. Вот. Ну, замечательный мальчик, но просто от меня это требует, я могу сказать, больших усилий, чем когда я... Да, и... Суклёром. 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 Он даже... Неужели смотрит? Обалдеть. Вот. Чем заниматься с... со взрослыми людьми? Ну, понятно. Маш, а вот последний раз тоже мы общались уже, собственно, после онлайна с Виталиком, затронули тему вот этой вот раскрутки на Ютьюбе. Это уже возвращаясь, наше вот это вот основное магистральное русло онлайна, бесконечного в нашей жизни. Вот всё-таки ты решилась, как бы, заняться той страницей или нет? Потому что я очень мало заходила на Фейсбук в последнее время, не в курсе. Ты имеешь в виду Ютьюбом? Проектный, да. Ты имеешь в виду, решила ли я раскручивать... да, музыка за мир, Ютьюб, который у тебя есть, именно проектный. Ты решила его, как бы, тоже немножко поднимать в топ? Или пока до этого руки не дошли? Ну, эти мысли есть, но, опять же, я предпочитаю делегировать. Опять я спрашиваю не того человека, да что же такое? Слушайте, ребят, вы не могли мне перед онлайнами написать? Вот Маша отвечает за это, Виталик за это. Всё. Я там выдумываю себе что-то, мучаюсь. Нет, я шучу, я даже не собираюсь эту Виталику делегировать. Вообще-то есть люди, которые этим могут заняться, например. А, даже так. Ну, прекрасно. Тогда с людьми следующие, следующие у меня онлайн... А у меня контент. Ну, нет, я поняла, поняла, да. Ну, ну, что здесь, двух мнений быть не может, так, конечно, проще и, наверное, так правильнее. Слушай, ну, вот уже прозвучал какой-то такой спойлер, ну, хотя бы вот, ну, я знаю, что ты не хочешь, но немножко ты можешь намекнуть, вот о чём идёт речь, вот по этой идее, ну, хотя бы так, ну, вот прям вот шапошно-шапошно-шапошно, призрак идеи. Слушай, как ты, наверное, можешь заметить вообще в наших проектах, да, меня всё-таки волнует такая общая тема, человеческого образования, я считаю, что это вообще очень важно, на самом деле, и важно, чтобы у людей был доступ, вот, ну, немножко намекнуло. Хорошо. то есть это связано с образованием, я копну глубже, уже не по поводу твоего проекта, чтобы всё-таки оставить вот, ребят, ну, просто интригу, вы понимаете, вот как бы, Виталик с вами поделился, значит, а Маша не готова пока что с вами поделиться, но будем ждать, будем, конечно, ждать. По поводу образования музыкантов, точнее, их самообразование, и образование, знаешь, какого, которое не только предполагает музыкальные какие-то навыки, которые, безусловно, даёт как бы консерватория, и как бы учат, как-никак развивать их самостоятельно дальше, а вот вообще понятие кругозора, вот будучи уже состоявшимся, ну, как бы, человеком, пианистом, то есть как бы пройдя определенный путь, ну, уже такой как бы и творческий, и жизненный, набрав этот багаж, какой-то знаний, да, определенный, вот какое-то наставление, какой-то вот такой совет, адвайз, как бы молодому поколению. Стоит ли, например, тратить время, потому что это только так воспринимается в определенном возрасте, на походы в галереи, на чтение каких-то книг, просмотры хороших фильмов, ну, нет этих, которые они там смотрят, такие рунгистику, всякую нормальную, надо, не надо. Ну, значит, опять же, возвращаясь к моему папе, незабываемому, который у меня живет в Америке, в Сан-Франциско, и, в общем, практически каждое лето я у него проводила в своем тинейтерстве, вот, и что он делал, он такой, хватит заниматься уже, садись, и у него, значит, огромная коллекция классических фильмов, ну, и вообще, он как бы, у него жена филолог по первому образованию, в общем, литература там живет просто в доме нон-стоп, и они, в общем-то, многие разговаривают с стихами из домочадцев, вот, а при этом у него, значит, такая коллекция, шкаф целый с фильмами, там, Пеллини, Позолини, Бертолуччи, Антониони, ну, все на свете, в общем, у него такая основательная очень коллекция, что ты занимаешься, садись, смотри кино, ну, короче говоря, и вот это было лейтмотивом, вот, и как бы там с моих 14 лет, когда я там, в общем, получила грин-карту, ездила туда довольно часто, это, в общем, у нас звучало постоянно, вот, то же самое, значит, про книжки, ой, ну, ты глупая, ничего не читала никогда, это тоже нормально было дома всегда, вот, что, ну, ты музыкант, конечно, ничего не знаешь, вот, и до сих пор так это у нас, вот, но, в общем, я могу сказать, что походы в музей, для меня обладают такой силой, и для меня это настолько необходимость какая-то вот по жизни, что я без этого совершенно чахну и дохну, и вообще я становлюсь каким-то овощем, я не могу себе представить жизнь человека без вот этого ощущения, знаешь, как бы можно ходить даже не так часто, и это как бы понятно, вот, но вот это ощущение у меня происходит абсолютно очищение, и я вообще, как бы, каждый город, в котором я бываю, я оцениваю с точки зрения коллекции искусства в какой-то момент, то есть я для себя это очень четко тоже как-то прочувствовала и поняла, дело было во Франкфурте, у меня там был очень сложный период в моей жизни, и мне все очень не нравилось, но потом я сходила в музей и поняла, что ничего, город, то есть там было пару прекрасных картин Дюрера и Мемлинга, и, в общем, жизнь наладилась, короче говоря. Я считаю, что, опять же, это навык, на самом деле, это скил, да, как бы по-английски, смотреть картины... У нас англоязычная аудитория сидит, говори по-английски. В общем, я хочу сказать, что нужно учиться смотреть картины, да, это как чтение с листа у нас, это навык, которому можно научиться, и то же самое с картинами, поэтому я думаю, что если говорить про совет и наставления, то всем это надо, но это если как бы не серьезно. А так, да, я думаю, что люди, которые не пользуются этим ресурсом, огромным, они беднее, однозначно, и этому можно научиться, и я думаю, что абсолютно любой человек может почувствовать то, о чем я говорю, после определенного нарабатывания, скажем так. Вот, у меня все это началось, я могу рассказать, с чего у меня это началось? Пожалуйста, у нас как раз есть время на то, чтобы ты рассказала всю историю. Всю историю, ну, в общем, у меня мама биохимик, и как бы она меня, конечно, водила в музей, но всегда это было дико скучно, и вообще, ноги тяжелые, ходить надо медленно, значит, с умным видом переходить там от картины к картине, вот, но потом я была у папы, и папина жена, она невероятно разносторонний человек, в общем, она увлекается живописью, ну, с точки зрения, скажем так, искусствоведения, читает очень много и знает очень хорошо, вот, и мы поехали в Стэнфорд, это университет знаменитый, который недалеко, от папиного дома, он же в Сан-Франциско, в общем, то есть там час-полтора на машине, и мы были в Стэнфорде, там огромная коллекция Родена, и также очень хорошая коллекция эпохи Возрождения итальянского, даже не эпохи Возрождения, чуть-чуть раньше, еще там, 13-14 века, в общем, короче говоря, она подвела меня к одной картине, к одной единственной итальянской картине, причем она анонимная, триптих, и стала меня учить разглядывать то, что там изображено, вот, и она это делала, ну, как бы с такой любовью, нежностью и восхищением, при этом как-то умеючи перевести это все, тоже какие-то задеть личные мои струны, там говорила, что вот посмотри на эту ангелочку, у него такие розовые щеки, там, я каждый раз на него смотрю, и он мне тебя напоминает, ну, и мне было бы там мало лет, но в общем, это, короче говоря, настолько запомнилось мне, что я поняла, что, боже, ведь это просто волшебные, классные комиксы, которые надо разглядывать, и там, ну, просто, ну, потом, потом она меня повезла в Венецию, и там была совершенно тоже особая история, и в Академии, и в, там есть такая скола, где висит Карпаччо, и там всякие изображены белые собачки, драконы и так далее, то есть, ну, это абсолютно, да, комиксы, средневековые, и мне кажется, вот с этого вполне можно начать, то есть, не обязательно, я там, не люблю, ну, нет, ну, как бы, я уважаю, но, допустим, не надо начинать с Рубенса, потому что, знаешь, многие, многие, как бы вообще ни с чего не начинают, потому что вот эта вот борьба, единство противоположностей, знаешь, когда есть время, надо заниматься, да, как бы, то есть, нет времени, как бы, да, если его просто нет, то есть, ну, тут как бы разговор очень простой, есть время, буду заниматься, даже если уже протру, там, не знаю, штаны уже просижу, все, что есть нельзя, то есть, как бы, музыкант, ну, не от примитивного, конечно, своего внутреннего мира, но просто в силу какой-то постоянной истерии, в которой он находится, потому, почему, потому что, допустим, в Москве, ну, не мне тебе рассказывать, ты знаешь ситуацию с классами, например, да, когда ты сидишь, вот так вот ждешь часами, а потом, может быть, вот, то есть, как бы, ты теряешь массу времени, ты сидишь на приколе, ну, это как такая просто классика жанра, все, кто смотрят, они прекрасно это понимают, вот, потом уже, когда на выходные наступают, вроде как и можно куда-то пойти, ну, там, часть позанимался, часть пошел, ну, вот уже как-то совесть не позволяет, ну, это классика, опять же, и человек таким образом постоянно жертвует своим досугом, не планетом, типа, шаляй-валяй, а вот именно интеллектуальным, да, досугом, и получается, что он, сам того не понимая, может быть, даже не замечая, плохой музыкант, может быть, он и хороший, но его ресурсы, они вот очень быстро уже потом иссякают, и очень тяжело слезть с этого режима, вот с этой вот какой-то иглы, понимаешь, этой истерики, вот, поэтому я очень хотела, чтобы ты, натрек, рассказала эту замечательную историю, и еще раз, как бы, рассказала тем людям, которые находятся, ну, в другом, так сказать, в другой генерации, в другом поколении, по отношению к нам, уже так, наверное, можно сказать, к сожалению. Придется как-то с этим жить. Ну, я не знаю, как ты с этим живешь, я вот все пытаюсь, как бы, прятаться за студентов, и делать вид, что я все еще учусь. Нет, нет, это да, я тоже, в общем, в каком-то смысле, вечный студент, абсолютно, и, главное, искренне иногда удивляюсь возрасту, но, а думаю-то я про себя, что мне, ну, лет 18, и каждый раз, когда, как бы, оказывается, что это не так, у меня, прям, искренне удивление какое-то, но возвращаясь про нашу предыдущую тему, я думаю, что на самом деле и семья, и какое-то окружение тоже очень важно, и сложно это делать одному, мне кажется, я, если говорить там, да, про какое-то там возникновение интереса к художественному искусству, мне кажется, вот здесь как раз нужен кто-то, кто может чуть-чуть объяснить и рассказать, с чем это идти. Ну, понимаешь, у тебя просто красной нитью через весь твой онлайн, в моих этих диалогах с тобой происходит то, что мы видим, как бы, ну, парное катание везде, то есть, как бы, один поле не воин, то есть, как бы, мы это усвоили уже, ты знаешь, обычно никто просто там, никого, на кого не ориентируется, не заморачивается, даже взять друга иной раз просто, который тоже здравствует дерево, чтобы он с тобой пошел, куда-нибудь сходил, это уже проблема, потому что друг тоже пианист, и ему тоже надо заниматься, то есть, как бы, тут такой зыбкий момент, типа, ага, Бобка пошел, а я сяду за ней, то есть, это же всегда так было и будет, вот, поэтому я думаю, что нужно, может быть, как-то глобально среди студентов это тоже решать, но я постоянно вижу, я пытаюсь решить какие-то проблемы, которые, в принципе, нерешаемы. Слушай, ну, у нас в литературе, когда я училась, был потрясающий Кисунько, потому что у нас был как раз первый курс, и вот, к сожалению, после нашего курса, это смешно прозвучало, потому что, видимо, у нас был совершенно ужасный курс, нет, но это никак не было связано, но, в общем, его лекции, да, запомнились, отложились, и... Нет, он был настоящий, и это было очень-очень здорово, конечно, это вообще обожало. Да, и получается, что вот эти вот предметы, они становятся, ну, не то, что главными, они, скажем так, вторые по значению, потому что, ну, они помогают как-то, загрузить голову нужным матерям, для того, чтобы то, что ты потом исполняешь, ты имела какую-то... Вообще, надо поговорить, мы же про что-то играем, не просто. Да. Надо было, чтобы... Это сначала мне, знаешь, сразу вспоминается, не знаю, училась ты у нее или нет, Людмила Михайловна Кокарева. Сейчас, подожди. Изэм. Сейчас, 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 что-то безумно знакомое, но я... А Изэм... Если ты училась, ты бы ее не забыла. История зарубежной музыки. А, извини, да. Нет, я училась у Сорокина еще. Нет, но Сорокина, она позже, она на курсе, она на русская музыка. А, ну, понимаешь, у меня свойство памяти такое, я много чего забываю. Ну, тогда, тогда это шутка. Нет, я ничего не помню. Тогда, Маш, тогда это не актуально. Ну, ладно, я тебя совсем, наверное, замучила уже, потому что, если музыкант не распознает аббревиатуру Изэм, это значит, у него был тяжелый день. Слушай, проблема в том, что я забыла, как называется обращение септаккорда. Понимаешь, ты не могла бы меня напомнить? Ну как, доминант септаккорд, квинсекстаккорд, сквартаккорд и секундаккорд. Вот это вот я сама не воспроизведу, понимаешь? А я воспроизведу, знаешь, о чем это говорит? О том, что у меня есть ученики, которые каждый день с меня спрашивают. Я бы с радостью забыла бы уже всю гармонию, всю теорию музыки. Не дают мне это сделать. Нет, ну я на самом деле, конечно, ну с аккордом я не шучу, но с тем, что я все забыла. Нет, но в общем, да. Маша, я тебе очень благодарна за беседу. У меня, честно говоря, еще был один такой, ну как бы, не то что каверзный вопрос, очень любопытный, но не знаю, если ты на последний ответишь. Ответишь или нет? Конечно, с удовольствием. Тогда, тогда еще такой бонус трек, короче, для аудитории, которая, аудитория полуночников. Значит, по поводу проектов, вот, если так вот сразу, это же без предупреждения, такая облава, импровизация, вот топ-3, например, топ-3 или топ-5, как тебе захочется, каких-то самых сумасшедших, самых нестандартных проектов вообще, которые были за всю твою жизнь? Которые я сделала или которые я наблюдала? Ну, в которых ты принимала участие, третий вариант. Или в которых я принимала участие. Слушай, сумасшедших, нестандартных, и каких еще? Ну, просто запоминающихся, ну, хороших, классных проектов, каких-то, ну, экстраординарных. Проектов, постановках, сплавах искусств, ну, что-то такого, не просто концерт, короче. Слушай, ну, понимаешь, у нас в фестивале Reformers открылся Маргарет Лангтан, которая королева игрушечного фортепиано. Вот. Я считаю, она просто бомба. Она потрясающая совершенно, она потрясающий музыкант, прежде всего. Вот. И она потрясающая тетка. Ну, она совсем не тетка, но просто, я к тому, что она супер. Вот. И, собственно, вот вся ее жизнь это сумасшедший, нестандартный, невероятный совершенно пример того, что искусство, ради искусства существует. то есть, ну, но это, да, я ее очень люблю и по-человечески, и профессионально. Вот. Потом, значит, я считаю, что каждый концерт моего мужа это тоже нестандартно и очень здорово, но просто потому, что у него... Подожди, вопрос, подожди, вопрос сразу в тему. Вот, концерт Виталика, как бы для тебя это перформанс, если так можно выразиться, потому что ты тоже в этом принимаешь участие? Или вот, когда ты сидишь в зале, ну, а кто-то другой там, что-то другое происходит? Я понимаю, просто инструмент настолько сложный, у него такая сложная судьба, что каждый раз нужно что-то выдумывать нестандартное, оригинальное, я не знаю, там, контрастное, еще какое-нибудь, ну, в общем, короче, нельзя пойти и сыграть цену от Шуберта, ну, к сожалению. Вот, или к счастью, то есть это требует иных каких-то еще дополнительных усилий, вот, поэтому вся наша жизнь посвящена, значит, поиску, ну, то есть не то, что наша, но Виталика, прежде всего, конечно, вот, но я наблюдаю и иногда принимаю участие в этом. Вот, потом, что, я под большим впечатлением, наверное, на всю жизнь от фестиваля Лигити здесь, в Амстердаме, я уже на прошлом эфире упоминала, то есть просто как они это сделали, это очень здорово, я на всю жизнь запомнила фестиваль Штакхаузена в Лондоне и когда были полные залы на Штакхаузене, вот, и я на самом деле... Для сравнения, в Москве, как бы, конечно, они были неполны, хотя это делали наши, я так понимаю, общие, так сказать, друзья, вот, и знакомые, Штакхаузене в Москве не так популярен, как в Лондоне. Ну да, ну вот, я бы хотела, конечно, чтобы в Москве немножко у людей изменилось отношение к такой современной музыке, вот, ну, это если так вкратце, сейчас, и во-первых, я не посетила все проекты, которые существуют, да, в мире, вот, поэтому я не могу так, но это вот для меня какие-то такие вещи. Нет, ну, просто, понимаешь, в этом-то и интерес, как бы, невозможно, наверное, вообще охватить все, но поскольку, в принципе, это понятно объясняется, потому что вы сидите, как бы, в Европе, и колесили очень много, и, скорее всего, вас эта тема, ну, в любом случае, интересовала, потому что, ну, знаешь, это вот, как я вчера, например, говорила с Лизой об иммерсивном театре, иммерсивный театр, который, ну, в том виде, в котором он приехал в Москву, он существует, существует уже там, ну, последние лет пять, да, но нет своего какого-то концепта, нет своих каких-то спектаклей, именно вот такого типа театра, и они привозят, ну, какие-то адаптации, то есть все все равно идет, как бы, из Европы, из Америки, поэтому, но находясь на этой территории, соответственно, я просто уверена, что какой-то бэкграунд и какие-то впечатления, ну, они просто бесценны, которыми мы, может быть, и не можем поделиться, хотя вот при прочих равных это так или иначе сюда приезжает, просто вопрос, в каком виде, и вот я на этом и хотела сакцентировать, что оригинал, как бы, продукта, даже самого лучшего, но здесь, ну, поэтому, как бы, ребят, поезжайте за впечатлениями в Европу, там крутые проекты. Нет, но, знаешь, в России тоже я могу сказать, что, ну, очень-очень, вообще в Москве сейчас потрясающая культурная жизнь, и мне очень нравится то, что сейчас происходит, какие тенденции, и я думаю, что это все будет развиваться и в сторону современного искусства и в сторону образования просто широкой публики, да, сейчас, ну, много таких опытов и довольно успешных, так что, я думаю, что все тоже в порядке у нас будет, я надеюсь. Ну, на такой позитивной, оптимистичной ноте будем надеяться, Маша, будем надеяться, надеяться и верить. Вот. Я тебя благодарю за то, что ты приняла участие в Midnight Loft Online, надеюсь, тебе понравилось, и аудитория вам тоже, надеюсь, вам понравилась. Спасибо огромное. Мне очень приятно с тобой всегда общаться, соприкасаться, и... Это взаимно. И восхищаюсь всем, что ты делаешь. Все это... Это тоже взаимно. Спасибо. Всегда это очень качественно и красиво. Спасибо. Спасибо. Ребята, все, всем пока. Маша, пока. Всем спокойной ночи. Вот. Я с вами увижусь завтра в полночь. Вот. Подписывайтесь на Марию Немцову. Кстати говоря, непонятно, почему при таком жестком вообще и колоссальном трудоголизме с твоей стороны твой аккаунт называется «Мне лень». Ой, это с детства пошло. Видишь, не смогла пройти мимо. Как только началась вся эта история с онлайн, так сложилось. Ну, теперь тайна аккаунта раскрыта. Короче, подписывайтесь на Машу. Короче, вы должны половить все их потрясающие проекты «Реформерс» и, конечно же, «Музыка за мир». Вот. И следите за обновлением, потому что, ну, Виталик нас предупредил, Маша замалчивает информацию. Ну, в общем, мы не должны это пропустить. Все, всем пока, всех целую, обнимаю, спокойной ночи. Спокойной ночи, ребята. Спасибо.